Привет из Тихуана, с границы Мексика-США. Это Илья, юрист-эксперт по эмиграции в Америку. Особые режимы. Через программы «Убежища», такие как официальное прошение о защите на границе Мексика-США, 9 округ, статус паролии, поправка Лаутенберга, которая, кстати, была продлена 14 января 2020 года и которая относится к легальному переезду лиц по религии или имеющих родственников США определенных национальностей с последующим получением грин-карт во всех случаях. Кроме того, указанные программы работают без визы, то есть обычная виза в США не требуется. Наш офис в Тихуана работает с 2016 года. Одновременно мы запустили и активно ведем YouTube-канал номер один влог о жизни и переезде за границу. Мы были первыми в Ронете, кто начал снимать репортажи и интервью с живыми участниками миграционного процесса с границы и популяризировали направления для стран СНГ. Развеяли огромное количество мифов о жизни и безопасности в приграничных городах Мексики. Для практики и понимания процесса изнутри я лично провел некоторое время в миграционном лагере в Сан-Франциско, собрав огромное количество практической информации и т.д. На канале более 800 видео. Ссылка на канал будет в сториз. А теперь хорошая новость. Ровно три месяца назад окружной судья США Тимоти Джи Келли из Вашингтона, округ Колумбия, вынес решение в пользу иммигрантов-просителей убежища на границе в Мексике, отменив правила убежища в третьей стране. Судья пояснил, что закон об иммиграции и гражданстве США позволяет любому лицу, который добрался до территории США, подать заявление на убежище. Напомню, что решение, которое было предметом активных дискуссий и многочисленных фейков в интернете, было инициировано администрацией президента в середине 2019 года и разработано совместно с Департаментом юстиции и Департаментом национальной безопасности. Правило сразу же вступило в юридическую силу. А сегодня закончился срок подачи апелляции, она не была подана президентской администрации в срок и решение осталось неизменно. Так что никаких возвратов в Мексику из США для ожидания решения суда. Эта мера и раньше применялась к лицам с уголовным прошлым и редко затрагивала иммигрантов из СНГ. Точки расставлены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи в иммиграции!